Здравствуй, дорогой друг. Какая-то черная неделя для блогеров, покушение на блогеров, иски на блогеров. Заходите в паблик Сатира Без Позитива, там есть посты про покушение на блогеров. А сейчас обратим внимание на свежее видео Бэткомедиана. Это полный пипец. Здравствуйте, меня зовут Бэткомедиан, и мне тут подумалось, а не закрыть ли мне канал? Почему? Потому что уже полгода меня судят. Страйкать канал начали с лета 2018 года, а судебная тяжба идет с начала 19-го. Это еще и к вопросу, почему так долго я делаю обзоры. И казалось бы, прорвемся, но меня просто убивает абсурдность этой ситуации. Заметьте, человек только сейчас рассказал о своей проблеме. Он один боролся все это время, и сейчас решил обратиться за помощью к зрителям. Женя настоящий, конкретный мужик. Дело в том, что за нарушение авторских прав на меня в суд подала кинокомпания Киноданс. Или, как ее в народе называют, за то, что все ее картины провалились в прокате, Кинофейл. На основании вывода специалистов, например, Олега Мотина, студия заявляет, что несмотря на то, что в законе не установлены объемы цитирования, я своим обзором умудрился их нарушить. Ведь когда, например, пишут диссертации, можно цитировать от 45 до 15 процентов. Гениально. Я уверен, мега-специалист Олег Мотин может доказать, что в океане должно быть 2 литра воды. Женя, если вы не в курсе, это один из самых известных обзорщиков в России. А самый известный обзорщик в мире, на мой скромный взгляд, это ностальжия-критик, который разносит не только плохие фильмы, откровенно плохие, но и хорошие, такие как «Матрица» и ничего, никаких исков, никаких закрытий канала, ничего подобного. Ну или некто Шумов Сергей. Да, он не закончил институт, но он мега-специалист. Он заявляет, что обзор это чисто юмор, законного пересказа и критики там практически нет. А вот юмора так много, так много, что я нарушил авторские права. Вот, а кто-то жалуется на юмор в обзорах. У меня оказывается, что не фраза, то шутка. И вы скажете, забавно, конечно, что плевали они на закон, но в чем же абсурд? Абсурд в том, что на каждый фильм компании Кинофейл выделяла деньги Министерство культуры Российской Федерации. То есть, по сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику. Еще больший абсурд в том, что у Министерства культуры есть принципы государственной финансовой поддержки кинопроизводства. Неплохие у них там суммы. И мы помним, как проходит питчинг, как проходит заявка на получение одобрения этой суммы. Там все свои. И не надо удивляться, что Александр Невский сидит вместе с Мединским и обсуждают перспективы развития кинематографа российского. Вот так вот. И фильмы студии Кинофейл, что из года в год получают поддержку Министерства культуры, никоим боком не подпадают под эти принципы. Почему? Никто не узнает с таким вопросом. Возьмем фильм, за который меня судят. За гранью реальности. Знаете, какое место действия? Европа. А знаете, на каком языке говорят все персонажи фильма? На английском. Ну только представьте, господи, вот отбросив все эти юридические нонсенсы, это все фикция. Потому что юмористический обзор, в начале каждого обзора идет дисклеймер. Но это все не важно. Важно, что надо устроить показательную порку Бэткомидиана. Когда удастся с Бэткомидианом, закопаем остальных несогласных. И останутся у нас только Афоня ТВ, Николай Соболев, Хованский и еще 5-6 продажных жоп, которые за деньги готовы все что угодно рассказывать. Хвалить Чубайса, хвалить парки Москвы. А такие, как Женя, нахрен не нужны в России. И они не являются выходцами из России. То есть вообще ничто их не связывает с Россией. Нам интересно знать истории о нас. Посмотрите на имена персонажей их фильмов. В самом новом, например, парень из Горько будет играть доктора Стивена Росса. Я не могу сразу это все воспринимать. Хочу вам напомнить, что снимают сейчас под эгидой поддержки Министерства культуры, Фонда кино, либо фильмы про войну, либо фильмы про достижения в спорте, естественно, былых времен. Все. Больше нет у нас тем, которые поддерживают государство. Больше ничего не интересно. Но еще вот этот бред. А чувак из «Даешь молодежь» будет играть Николаса Стойлера. Выделяй деньги на подобное кино. Министерство культуры. Вы... Вы... Какой культуры министерства? Эти картины ориентируются на зрителя, рассказывают об интересных людях, героях и событиях, опираются на близкие соотечественникам, историко-культурные и нравственные ценности. Считает лишнехромосомный министр недокультура. Какой министр такая и культура? Ах, вот оно что. Ограбление европейского казино европейцами – это близкие каждому русскому человеку нравственные ценности. Аж «Бердж-три» захотелось обнять. И при этом каждый год Минкульт выдает им деньги. Видимо, и в этом году на питчинге тоже дадут. Господи, они даже на фильм про экстрасенсов денег дали. Это я не удивлен совершенно. Потому что это соберет бабла. Они готовы пудрить людям мозги, пропагандировать мракобесие, лишь бы срубить бабла. Все их больше ничего не интересует. Или отмыть бабло. Вот в случае, как с Киноденс. На экстрасенсов! Вам что, нагадали, что это вложение будет удачным? К слову, вот это не является нарушением авторских прав ТНТ, а обзор с критикой их фильмов является. Но вернемся к Минкульту. Допустим, на питчинге вас обманули. Но после того, как вы увидели результат, разве не следует запустить парочку проверок? Это ведь наши налоги. А это растрата и обман. Их фильмы не соответствуют вашим же требованиям. Женя, я понимаю, что ты в сфере кино вращаешься, но при этом ты парень неглупый. И знаешь, что к налогам, к их распределению, россияне не имеют никакого отношения. И все сборы, которые идут централизованно в Москву с регионов, абсолютно вразрез со здравой логикой, в Москву. Почему Сибирь лишается денег, а не уходят в Москву? Почему Урал лишается денег, а не уходят в Москву? Почему Дальний Восток лишается денег, а не уходят в Москву? Это вполне самодостаточные регионы. Я надеюсь, что с этого момента ты будешь комплекснее смотреть на ситуацию в стране. Что это не только в сфере кино происходит. И на что идет бюджет? На побрякушки путинские. Чтобы он бряцал оружием и продавал его китайцам. Вот на что у нас основные статьи расхода бюджета. И те копейки, которые выделяют на производство фильмов Минкультура и Фонд кино, в сравнение не идут с теми суммами, которые тратятся на войну и на военное вооружение. Отберите у них деньги и вложите в такое кино, как упражнение в прекрасном, ноу-коммент, дурак, Витька Чеснок, гадкие лебеди, кино про Алексеева, жажда и многоподобного достойного кино, которое вы уже спонсировали. Ну, про Витьку Чеснока я бы поспорил, а мы видим, что стало с Юрием Быковым, который режиссировал дурака, как он шустро ушел под крыло Суркова и начал снимать там этот сериал. Потом посыпал голову пеплом, извинялся, но какая разница? Какая разница? Нет дороги в России для авторского, самобытного кино со смыслом, нет для него дороги, потому что нет фондов, готовых это спонсировать, нет свободной конкуренции, нет рынка кино. Есть те, кто сидят и молятся на этот бюджет копеечный, подчеркну, и все. Вы скажете, такое кино не окупается, так и кино-киноданс не окупается. Только кино-киноданс это наш ответ дивергентам и голодным играм, наш ответ иллюзия обмана и оушенам, наш ответ Гарри Поттеру. Гарри Поттеру ответ. Наш ответ Интерстеллару. Причем дело не в постерах, они в интервью об этом заявляют. Вы ради этого двигаете премьеры голливудских фильмов, чтобы вместо них показывать нам копии этих самых голливудских фильмов. Не копии, Женя, адаптацию, это модное слово. Брать то, что популярно на Западе и адаптировать под российские реалии. Также сняток на английском языке, только уже нашими киноделами. Мы говорим, что наша графика, она на самом деле не отличается от лучшей голливудской графики. С точки зрения самого произведения... Критиковать это нельзя, иначе тебе попытаются влепить штрафы и точно зацензурят. Ведь цитата из разговора с представителем Киноданс Киноданс вы портите нам репутацию. Ну а с помощью судов мы сможем на кинорынке свою репутацию поднять. К сожалению, сколько бы ни делал Женя обзоры на плохие фильмы, я сейчас пример, разумеется, с лицами из ТНТ беру, все равно они окупятся. Про них не идет речь в данном ролике, но тем не менее, даже Женя с его миллионными просмотрами, десятками миллионов просмотров, не может пробиться к сознанию людей, воззвать к здравому смыслу, чтобы они не смотрели это говно. Потому что народ не хочет напрягаться, он хочет сидеть в кино и... Г-г-г-г, прикольно! Знакомая рожа, а вот это быдло ведет себя, как мы, по пьяни. Эй, давайте так же веселиться дальше. Целенаправленная деградация народа, того, которого еще не удалось уничтожить. Я, может быть, сейчас абсолютный бред скажу, но вы не пробовали хорошее кино снимать? Стоит ли говорить, что деньги с наших налогов не имеют никакого отношения? Как можно предлагать снимать хорошее кино тем, кто не умеет этого делать? Как можно предлагать снимать хорошее кино тем, у кого нет денег на производство этого хорошего кино? Если у тебя, Женя, и правда иллюзии насчет того, что в России могут снимать хорошие кассовые фильмы, развивая их срочно, Россия не заточена на производство хороших кассовых фильмов. Все, что ты видел хорошего кассового, это исключение. К появлению гор положительных рецензий на фильмы киноданса в день премьер, как и не имеют никакого отношения к вниманию на ТВ. Даже самые знаменитые кинограбители казино Оушен и его друзья позавидовали бы такому открытию. О, Господи, как вы любите впиндюрить упоминания голливудского блокбастера в рекламу своего никчемного говна. Вот я не знаю, ну, сука. Вы кликбейтеры, похлеще любого видеоблогера. Оказывается, силой мысли можно прорваться к любому хранилищу. И они капать на мозги нам этим могут, а мы поделиться своим мнением не на их ресурсах, а просто в интернете, на ютюбе. Не можем. Кстати, никто вложиться не хочет, просто киноданс открывает блокчейн, где можно будет покупать токены голливудских звезд. Позже всех решили, когда уже все прогорело. Тем самым стать частью Голливуда. Зачем? Зачем вы это делаете? Нужно открыть деятельность, которая будет сосать сильнее, чем наша деятельность в кинематографе. Кстати, я говорил, что киноданцу, кроме Минкульта, помогает еще и правительство. Это и льготы по налогообложению. Калининградская область. Это Алиханов. Молодой губернатор. Надежда развития страны. Вот, конечно. Это и земельный участок для развития проекта, и подключение бесплатное к электричеству. Мы нацелены на то, чтобы создать все условия для компании киноданц, чтобы из нее вырос настоящий серьезный медиагигант. Знаете, это как Мираторг. Никчемная компания, которая уничтожила маленьких конкурентов по всей стране, купила себе земли на территориях зараженных радиацией, типа Брянской области, и теперь монополизировала рынок. Им ни почем то, что в отношении них ведется компания, не покупайте продукцию Мираторг. Потому что это люди, которые уничтожают здоровую конкуренцию. Это люди, которые травят население страны. А им плевать. Они из рынка Москвы ушли в рынки регионов ближайших. Там сейчас все завалено продукцией Мираторга. И нищие люди будут покупать. И не будут думать. Вот нет такой привычки в России у людей думать. Общий объем инвестиций составит 950 миллионов рублей. У вас что, есть 949 миллионов и просто хочется круглую сумму? Лямчика не хватает? Поэтому иск на миллион. И вопрос здесь не в том, что мы все скинемся и поможем Жене миллионам. Это понятно, что он по щелчку соберет этот миллион. Вопрос действительно в прецеденте, о котором Женя расскажет позже. Вопрос в том, что каждая гнида теперь будет гавкать и требовать уничтожения фейк-ньюс. Или нарушения авторских прав, которых у них у самих не существует. Они же сами ничего не в состоянии сделать. Да, была встреча с киноданцем, где нам было сказано. За нами стоят влиятельные, очень влиятельные люди. И нас поддерживает Министерство культуры Российской Федерации. Ну конечно, лишнихромосомные мутанты это влиятельные люди. Помню по Fallout. Ну правда не люди они, но влиятельные, да. Поэтому, ну вы понимаете. За мной никого нет. Я пользователь Рунета. И без таких же пользователей, без вас, зрителей, я абсолютно никто. Не важно, как вы ко мне относитесь. Вы, я, мы все должны иметь право высказывать свое мнение. Особенно, когда критикуем то, что снято за наши деньги. Но киноданц так не считает. Виктор Денисюк и Евгений Милентьев возомнили себя ц... Господи, ну и рожа. Ну и рожа. Ёколаный бабай. Какая рожа. Цензорами интернета. Они хотят создать прецедент, чтобы подобные им цензоры затыкали тех, кто им не угоден. Не нравится игра, фильм, музыка, ТВ-передача, новости? Лови бесконечные судебные тяжбы и штрафы, ведь... Право на мнение быть не должно. Есть только обязанность. Обязанность платить налоги. Чтобы на эти налоги, они снимали ответы Голливуду на английском. А мы на эти ответы можем ходить в кино, но обязаны молчать. Не смеем критиковать. Ведь за ними влиятельные люди и Министерство культуры. Всего плохого. Че тут сказать? Распространяйте материал. Дайте понать людям, которые ходят на фильмы от ТНТ, на фильмы от Киноданса, на фильмы от Enjoy Movies и прочее говно. К чему это привело страну? Никакой конкуренции нет. Полная монополия присосавшихся к Минкульту компаний. Нет никакой возможности поднять голову, снять что-то авторское, заявить о себе и иметь возможность быть услышанным и напоказанным в кинотеатрах. Нет такой возможности. Спасибо. Удачи.